...своими борцовскими традициями, откуда вышли многие олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы Европы. Именно поэтому впервые в истории вольной борьбы во Владикавказе состоялась встреча сборных мира и сборной России. И сегодня вы увидите поединки сильнейших борцов планеты не в 10 весовых категориях, как это обычно, а в 11. Так как за сборную мира весовой категории до 74 килограммов выступают два атлета. Олимпийский чемпион из США знаменитый Дэйв Шульц и чемпион мира этого года Турак Келан. А вести репортаж будет судья международной категории, высшей международной категории, главный врач клиника диагностического центра ММС Нукзар Борисович Журули и комментатор Владимир Иваницкий. И сейчас в центр ковра приглашаются борцы самой легкой весовой категории до 48 килограммов, два чемпиона мира. За Россию выступает синим трико справа на ваших экранах Бугар Аруджев, чемпион мира 1991 года, а его соперник слева в красном трико, темнокожий атлет, кубинец Алексис Вилла, чемпион мира нынешнего года. Нукзар Борисович, я думаю, вам эти атлеты хорошо знакомы. Да, ну вы видите, Владимир, что уже на первой же минуте Аруджев перевел своего соперника в портер и выиграл бал. Да, эти соперники знают друг друга и хоть в этом году Бугар не выступал, а Алексис стал чемпионом мира, вот у них какая-то теперь очная встреча, доказывающая, кто же был на самом деле чемпионом. Сейчас хороший повтор, как шлунговым движением сбил своего соперника Бугар. Но так как все действие было за ковром, арбитры не оценили это действие. И счет встречи 1-0 в пользу Аруджева. Стреча должна быть очень интересной. Вот посмотрите, какую атаку провел Аруджев, перевел своего соперника в опасное положение. Хорошо будет видно на повторе. Контратака и 3 выигрышных балла. Как бы придержал сначала внизу в портере, а потом дал распрямить и схватил за руку. Вся борьба оружиева построена на контратаках. Вот еще. Аналогичное движение. И это повтор уходит от приема. И тут же переводится у соперника, делая ему так называемую мельницу. И счет 3 балла. 8-0 уже счет. И вот сейчас Алексис Филла переводит оружие в портер. Значит, счет становится 8-1. Хорошая встреча. Зрители благодарят Аруджева за красивую победу. И видно, что орбитер, обладатель золотого свистка этого года, Перпи Веги Лайнин из Финляндии, поднимает руку в угар Аруджева. И наши борцы как бы положили начало в этой встрече и повели 1-0. На ваших экранах следующая пара, только что был в красном треку, Валентина Орданов, шестикратный чемпион мира. Вот он начал атаку. Его соперник молодой борец, российский борец. Афис Джавадов, чемпион России нынешнего года. Несмотря на свою молодость, ему доверено бороться на столь престижном турнире. Валентина Орданов, чемпион мира. Хорошо поднимает стойку. Как он чувствует своего соперника? Абсолютно не нервничает, борется спокойно, смотрит на часы, на своих тренеров. То есть он чувствует себя хозяином ковра. Ковер контролирует. Видите, движение предыдущее было на краю ковра. Он спокойно за ноги перевел борьбу на середину. Вся борьба Орданова построена на завязках. Вот он как бы связывает соперника, заставляет его войти в опасное положение. И оттуда выходит всегда с успехом. Знаете, я бы еще сравнил с игрой шахматистов. Дело в том, что ни одного опрометчивого хода. Все намного далеко вперед просчитано. Вот эти самые завязки. Тут нет случайных движений. Афиз Джавадов хорошо себя провел на чемпионате России. Выиграл чемпионат. Хорошо боролся на играх доброй воли. Но он молодой спортсмен. И набирается опыта, я думаю, что до Олимпийских игр. Сейчас переворот будет. Еще один балл в пользу Орданова. Что Валентин Орданов, по-моему, решил с явным преимуществом досрочно довести встречу в опасное положение. Поставил таким переворотом своего соперника. Еще три балла, наверное, получит. Но вы обратите внимание, как спокойно он действует. Он не торопится. Я знаю его с 79-го года, когда он выступал на юниорских соревнованиях. И даже тогда, будучи молодым, он очень успешно выступал. Что, победил тот, кто и должен был, наверное, победить в этой встрече, Валентин Орданов. Шестикратный чемпион мира. И счет во встрече стал 1-1. Сборная России встречается со сборной мира. Следующая весовая категория до 57 килограммов. Олимпийский чемпион в красном триго, кубинец, Пуэрто Александр Диас. И Багаудин Маханов, чемпион Европы. Дукратный чемпион Европы. Вот он попытался провести сейчас атаку, бросок через спину. Но это просто срыв. Очень опытные соперники. Они не раз встречались друг с другом. И хорошо знают борьбу. Очень хорошую атаку провел Багаудин. Перевел парты своего соперника и тут же накатил. Кстати, обратить нужно внимание на оригинальность его наката. Он проводит захват ног, выигрывает еще баллы. Эту встречу судит судья международной категории экстракласса Александр Попов в России. Вы знаете, мы не представили тренера в сборной мира. Вот посмотрите внимательно, как красиво катит Багаудин. Да, накат национальный был очень интересный. Еще, еще сделает переворот. Это, это внизу олимпийский чемпион. А это на наших экранах Юрий Шахмурадов. Представляет сборную мира как тренер. Брюс Барнетт из Соединенных Штатов Америки. Итак, счет во встрече 2-1 в пользу сборной России. И следующая весовая категория до 62 килограммов. В красном трико вот проводит атаку, сейчас взял ногу своего соперника. Брэнд Стом, чемпион мира 93-го года. И Магомед Азизов, чемпион мира 94-го года. Единственный из российских атлетов, который сумел в Турции стать чемпионом мира в августе месяце этого года. Магомед представляет дагестанскую школу борьбы. Вот он провел атаку, проводит атаку, взял ногу, зарабатывает балл. И, посмотрите, в опасное положение, да, перевернул своего соперника. Еще 2 балла заработал. Ну, Миша Азизов мне очень нравится. Он хороший волевой спортсмен. На хорошем уровне провел чемпионат мира. Выиграл у всех своих соперников. И вообще достойно выиграл чемпионат мира. В этой встрече, я думаю, что он победит. Потому что у него опыт тоже есть. Хороший переворот начинает. Представитель американской школы. Это ученик Дана Гейбела. Вот вы видите на табло 6-3. Так что мы с вами оказались правы, что выиграет Михаил Азизов. Я всегда даю первый балл. Это так начинал. Он взял первый балл. Я люблю, когда партия борьба такая. Они скажут, как змеет борьба. Свободно. Вот вольная борьба в основном это нырки в ноги, проход в ноги. Вы свободно позволяете провести как бы атаку. Это тактическая ваша уловка традиционная. Да, я ест хорошие защиты там ноги. Действительно, Валентин Иорданов, он король борьбы лёжа. А теперь на ваших экранах совершенно другие по характеру борцы. Писовая категория до 68 килограммов. Вот атаку проводит Таймур Азурусов. Его соперник Сандер Стаузенд из Соединённых Штатов Америки. Победитель игр доброй воли этого года в Санкт-Петербурге. Он очень хорошо борется ещё и в борьбе стоя. Очень бросковый, взрывной такой спортсмен. И хорошо чувствует партерную борьбу тоже. Контор атакует, переворачивает своих соперников. Посмотрите, как он красиво встретил Таймур Азурусова. И хорошим броском через бедро бросил его на три балла. Победил Сандер Стаузенд в Соединённые Штаты Америки. А в следующей весовой категории до 74 килограммов за сборную мира выступали два представителя. Вот на ваших экранах слева это знаменитый двукратный амитрийский чемпион из США Дэв Шуль. И нынешний чемпион мира Кейлан Туран. Этот схват вы увидите чуть позже. Дэв Шуль – это действительно знаменитый американский спортсмен. Ему уже довольно много лет, а он всё продолжает выступать. Является лидером сборной команды Америки. А Туран – это спортсмен из Турции, чемпион мира этого года. Но в следующей встрече мы его увидим. Я бы хотел сказать, что вот данная встреча была приурочена к большому празднику в Северной Осетии. 220-летие со дня присоединения Северной Осетии к России. И 210 лет со дня основания города Владикавказа. Вы знаете, у нас сейчас в студии находится вице-президентство Федерации спортивной борьбы Андрей Слушаев. Давайте ему передадим слово о том, как был организован этот турнир. У нас в самолёте было маленькое волнение. Едем на Кавказ, едем с большим количеством спортсменов, артистов, руководителей спорткомитета. Но когда мы вышли из самолёта, я был поражён количеством встречающих. Я был поражён песнями, артистами. Ну, это всё началось из аэропорта. И у меня было удивление огромное на то, как тепло здесь любят борьбу. Как тепло здесь встречают борцов, гостей. И когда я пришёл на первый день в зал, я увидел большое количество зрителей. Молодые ребята даже залазили на эти сверху стоящие, освещение. Смотрели оттуда. И я, не видя такого давно у нас на соревнованиях, был поражён и удивлён от радости. Вы же не просто так ещё приехали. У вас же конкретная цель была. Конкретная цель после того, что я увидел, я могу сказать, что 10 декабря мы проводим по греко-римской борьбе встречу в Москве. Ну что ж, мы приглашаем всех любителей борьбы на эту матчевую встречу. Здесь сидят уважаемые борцы, аксакалы в борьбе. И знаете, если вспоминать слова, да были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Вот как, на ваш взгляд, те борцы, которые будут бороться сегодня, боролись вчера, достойны они, если вспоминать ваше время? Достойнее. Потому что это результат, сам за себя говорит, 8-2. А если не по результату судить, а вот именно по самой борьбе? Интереснее она стала, зрелищнее, быстрее? Ребята более мощные, рослые. Или же ничего не изменилось? Да нет, изменилось. Тогда мы боролись 15 минут, а потом 12 минут. А сейчас скоростная борьба. И надо перестроиться, чтобы в этой скоростной борьбе побеждал человек. Или быстротой, или техникой, или настырностью. Очень много сторон для борца. Если бы в ваше время сократили поединки, смогли бы, в общем-то, оказать достойное сопротивление? Вот нынешние сборные мира. Видите, очень мало времени и не вкладываются. Потому что там уже характер наполовину обрывается. Я бы хотел, чтобы больше сделали время. Хотя бы на 2 минуты. Тогда волевой человек сам себя покажет. Волевой спортсмен. Я так думаю. Вы знаете, уважаемые телезрители, только что на ваших экранах были действительно уважаемые борцы. Это старейшие наши борцы. И мнение такого заслуженного тренера СССР России Михаила Бекмурзова действительно важно. А нынешняя борьба стала совершенно другой. Изменились правила, изменилась скорость ведения поединка. Вы знаете, Владимир, и Фила, все правила делают для того, чтобы в связи с тем, чтобы борьба такая динамичная стала, и чтобы было интересно для зрителей. Поэтому, вот посмотрите, поэтому и правила тоже делают так, чтобы они были более быстрыми, что ли, ну, короткими. Чтобы зритель мог прийти, посмотреть и в один или два дня увидеть начало борьбы и как человек завоевывает звание чемпиона. Потому что у людей стало очень мало времени, все заняты, и они хотели бы видеть борьбу не в течение трех-четырех дней, а в течение одного-двух дней, чтобы увидеть начало и конец, то есть кто становится чемпионом. Что ж, телевидение, знаете, вообще вносит коррективы во многие виды спорта. И поэтому то, что мы сейчас вам показываем, действительно самое хорошее, это звук того, что происходило на этом фестивале борьбы. Давайте просто посмотрим, да? Ну, это очень интересно, конечно, вы видите, здесь были и кавказские танцы, и, значит, народное гостеприимство. Вообще, всем, по-моему, очень понравилось. Я видел на банкете, как американцы, негры танцевали лесбинкой, это было прекрасно. Ну что, и борьба была высочайшего уровня? Хорошую борьбу показали спортсмены. Честно говоря, на чемпионатах она более скучнее, в чем, потому что там результат. А здесь они видели, что сколько собралось народу, и для них нужно показать хорошую борьбу. Ну, а теперь на ваших экранах олимпийский чемпион 92-го года, чемпион мира 91-го года Кевин Джексон, Соединенные Штаты Америки. Его соперник Рустем Келекс-Хайп, представитель Осетии. Ну, вы знаете, что Джексон стал в Барселоне чемпионом Олимпийских игр. А сейчас вот, простите, показывает момент, когда в портере Кирихсаев провел переворотки за ноги. Очень красиво, элегантно и в хорошем темпе. Но, вот, это вот нам показывает табло. Основное время закончилось со счетом 2-0. Это 5 минут. И счет дается дополнительное время, 3 минуты. И если, скажем, Келексай выиграет балл, то он выиграет встречу. То есть преимущество должно быть 3 балла как минимум. Да, обязательно. Вот он провел очень хорошую контратаку. И арбитр показывает балл и предупреждение Джексона. Вот в замедленном темпе будет видно. Посмотрите, атакует Джексон. Тут же Кирихсаев проводит контратаку. Берет его за ногу, продолжает это движение. И заканчивается оно уже за ковром в его пользу. И счет становится 3-0. А это значит, останавливается время и дают победу. Вот 6 минут 42 секунды они бороться. Ну и что, еще одна победа у нашей команды. А теперь весовая категория до 90 килограммов. И, наверное, пожалуй, самый титулованный сейчас представитель. Самый титулованный борец. На экране Андрей Сушаев, вице-президент Федерации борьбы. А самый титулованный борец это Махарбек Хадарцев. Вот он атакует сейчас сверху своего соперника. Чемпиона мира из Америки, из Соединенных Штатов Америки Дугласа Мелвина. В этом году это уже вторая встреча между ними. Хадарцев и Дуглас встречались на играх доброй воли в Санкт-Петербурге. Тогда выиграл Махарбек Хадарцев по мнению судей. Это что значит? Значит, счет закончился 1-0 в пользу Махарбека. Но тогда бригада судейская собирается и решает, кому отдавать победу. Потому что, вы знаете, чтобы победить, нужно набрать 3-0 или 3-2. Но чтобы счет был не менее 3 баллов. Заработает балл сейчас Махарбек должен. Двукратный олимпийский чемпион и однократный чемпион мира. Самый уважаемый сейчас в Осетии борец. Из тех, наверное, кто борется, да? Потому что Осетия вообще богата борцами. И олимпийскими чемпионами тоже. Ну да, и Сослан Андиев, и Арсен Фадзаев. Они тоже двукратные олимпийские чемпионы. Поэтому вы правильно сказали, что он из действующих борцов на сегодняшний день. Двукратный. Пойдет прием. Два балла. Два балла Павел. Вы знаете, у него ведь есть еще шанс стать и трипера олимпийским чемпионом. Остается, наверное, пожелать, чтобы только, мне кажется, здоровье не повредило. А вот желание, это у Махарбека, по-моему, до конца жизни будет желание бороться. Это очень дисциплинированный, очень режимный спортсмен, я бы так сказал. И он очень серьезно подходит к делу, он всегда серьезно готовится к соревнованиям. И поэтому у него до сих пор такие хорошие результаты. Вы знаете, он еще очень многое удивляет, казалось бы, вот таким своим спокойствием. Все-таки соревнования, он боролся и на крупных международных соревнованиях. И чисто внешний удивительный спокойствий. Здесь тоже дополнительное время. Бал просит. Дуглов попросил балл, но не дали. Хорошо ушел, и проводит контратаку мощную. Великолепный прием. Но вы видите, он не стал его дожимать. Дожимать, джиндальян. Нет, дело даже не в этом. По правилам, если он в дополнительное время поставил своего соперника в опасное положение, этого достаточно для победы. Поэтому, что я свистнул, остановил встречу. И вы сейчас увидите, как Махарбеку присудит победу в данной ситуации. Нам с вами осталось посмотреть еще два поединка. Рисовой категории до 100 килограммов сейчас выходит на борцовский ковер. Давид Мусульбес из Владивокавказа. Его соперник Арават Сабеев, выступающий за сборную команду Германии на 8 лет старше Давида. И он уже трехкратный чемпион Европы. И чемпион мира с 1994 года. Вот в атаке сейчас был Арават Сабеев. А контратакует Давид Мусульбес. Вы посмотрите, как он красиво прижался у соперника, поставил его в опасное положение. Я давно не видел Аравата в критической ситуации. Вот даже, значит, и счет открыл судья и выиграл в этой ситуации 3 балла. В судьбе. Тренер сборной был Арсен Фадзаев, да. Наверное, зрители удивляют. Арават Сабеев, это фамилия наша, это наш соотечественник. Но он переехал в Германию, живет в Германии и стал чемпионом мира, представляя сборную Германии в этом году. Вообще, наверное, все те, кто встретились на этой матчевой встрече, это реальные соперники, реальные на ближайшие два года. И в этом есть безусловно. На чемпионате мира они встречались в полуфинале, и Арават выиграл там, по мнению, встреча закончилась 0-0. И по мнению судей, одно предупреждение было больше у мусульбеса. Вы смотрите как, прихватил ключ, взял и ногу, и руку. Может положить из этого положения? На лопатки может положить? Может. Сейчас будет атаковать назад. Вот смотрите. Обычно не уходит уже из таких ситуаций. Ситуация очень критическая. Вот еще одно критическое положение. Свисток арбитра. Ну что, это время просто закончилось в схватке. Перти Вивилани спасает Аравата Садеева от душе. Заканчивается время. И важная психологическая победа для Давида Мусульбеса. На Кавказе любой мальчишка умеет бороться. А вот я смотрю, у вас нет такой борцовской приметы. Уши у вас не поломаны. Вы что, так ловко боролись? Дело в том, что любой мальчишка-осетин начинает бороться не в борцовских залах, не на борцовских коврах. А для нас ковер вся земля. И я, и мои братья, мои друзья начинали бороться на берегу Комбелеевки. Ну, тогда были у нас другие приемы, и мы до ушей не доходили. Поэтому у меня уши целые, хотя никогда не отличался выдающимися данными в области борьбы. Но я думаю, что повезло вот и Ивану, и Рыгину, и Борису Кулаеву, что я не пошел по этому виду спорта. Так бы я посмотрел, какими они были чемпионами. Итак, после встречи весовой категории до 100 килограммов выиграл Давид Мусульбес, и счет стал 8-2. А на ваших 8-2 в пользу сборной России. На ваших экранах борцы. Это последняя встреча. Самая тяжелая весовая категория до 130 килограммов. Вот атаку проводит Андрей Шумилин, он в синем трико. Его соперник, чемпион мира, турок Махмуд Демир. Вот сейчас за ковром практически уронил своего соперника Андрей Шумилин. Вы видите, как улыбается Махмуд Демир, который сам жесткий. И во всех схватках на чемпионатах Европы и мира он проявляет себя как жесткий спортсмен, и все от него, как бы, скажем, плачут. Но вот Андрей правильно выбрал тактику. Он тоже сам очень жестко атакует. И Демир улыбается, мол, нашла коса на камень. Но пока это только такая разведка боя. Желательно, чтобы здесь был результат. Только чтобы Андрей Слашеев на наших экранах. Вот поставили Демира в партию. И Андрей пытается великолепно накатывать своего соперника, выигрывает два балла. Вы знаете, за предыдущее движение, так как он начал с ковра этот бросок, судьи оценили в один балл. И у него вот нужное преимущество, три балла уже. Если так закончится поединок, то он выиграет. Выиграет впервые у своего соперника. Да, на чемпионате мира они встречались. И встреча закончилась безрезультатно. Но по мнению судей, по мнению судей, отдали победу Махмуд Демиру. Ну, наверное, не мудрено. Он же все-таки сам был из Стамбула. В Стамбуле проводился чемпионат мира. И тут надо было только выигрывать, мне кажется. Ну, вот здесь нет. Терти Вивилайнен считает, что действие было за ковром и не оценивает это действие. Сейчас тактически не совсем правильно, наверное, Андрей отстаивает. Отстаивает. А надо... Здесь очень важна психологическая встреча. Вот на ваших экранах был старший тренер сборной России Арсен Фадзаев, двукратный олимпийский чемпионный, сидел со своим земляком, тоже двукратным олимпийским чемпионом. С Асланом Андиевым. Счет встречи 3-2. И для того, чтобы удержать победу, Андрей не может отдать бал. Или это... Если выиграет бал Махмуд, то нет. Заканчивается время. И Терти Вивилайнен подходит, чтобы объявить победителя. А победителем в данной встрече объявляется Андрей Шумилин, сборная России. Ну что ж, молодец, Калининградец Андрей Шумилин. И убедительная победа сборной России над сборной мира 9-2. А сейчас вы наблюдаете фрагменты встречи второго дня соревнований, как бы, когда встречалась сборная Осетии, наполовину, кстати говоря, составленной сборной России, со сборной мира и тоже удержала убедительную победу. Я хотел бы, так как заканчивается наш матч, я хотел бы поблагодарить людей, которые внесли большой вклад в организацию данного матча, финансовую помощь оказали. И всем людям, которые приняли какое-то участие, поблагодарить всех за то, что они сделали такой большой праздник для зрителей, телезрителей и сами поучаствовали в этом. Ну, а мы, уважаемые телезрители, будем с вами прощаться. И, прощаясь, приглашаем вас в Москву 10 декабря в универсальный спортивный зал «Дружба», где состоится матч звезд сборной мира, сборной России по греко-римской борьбе. Всего доброго, до свидания.